Мы тут затворили проэлектричество немножко. А что у нас может быть с электричеством? Начинали обычно. Электричество где? Хорошо, вот напряжение. Может быть, что еще? Короткое замыкание. Короткое замыкание, что еще? Это тоже, конечно, проблема с электричеством. Точнее, с его отсутствием. Видите, все учили? Как вы видите электричество в розетке, знаете? Форму. Форму чистый синусоид. Получается это потому, что производится электричество генераторами, работающими на вращении. Они выдают на выходе чистый синусоид. Частота у нее, соответственно, 50 Гц. Что может произойти в синусоиде? Придуты вырастут. Сильный антридут вырастут. Это выброс напряжения. Да, может. Электричество соединяет проводой. Во-первых, у нас 380 брозеток. Что еще может быть? Элитомно крутится. Ну, это просто не электричество. Ну, это вариант. Меньше. Меньше? Ну, нет. Может идти частота. Ну, теоретически, да. Практически это почти исключено. Связано это с тем, что именно за частотой электрики следят очень здорово. Потому что от частоты зависит работа трансформатора. Частота редко уходит. Там, больше, чем на 5%. Это крылоого масштабного нового системы. Ну, это не с генераторов, а не роботосинхронно. Иначе там и против друг друга будут. Иначе начнется такое, что... Что еще может быть? Соседний завод включил огромную электрическую печь. Напряжение у нас стремительно просело. Хуже еще, если вы в сельской местности. Там мощность рассчитана более на одну 40-ваттную лампочку в доме. А нынче потребляется по 2-3 кВт на доме. Там напряжение почти всегда понижено. Я узнал одну местность, где выше 200 вольт я еще не видал. Напряжение вообще. Преположено установиться. Там 170-180. Как это здесь будет выглядеть? Какие-то временные броски, да? Да. Ну, может быть, что-то там. Что-то вот такое прилетело. Дальше опять же идем. Хорошо. Что еще? Молнию видели куда-нибудь? Все идет. А настоциллограф как-то выглядит. Вот на этом будет в графике. Короткий, острый, как иголка, пик. Да, за потолок. За потолок, да. В чем хорошо за потолок? Если здесь может 220? Не, ну, наводка сетевая там все-таки несколько килограммов. На состоянии зависит. Где она повезло находиться? Если прямо попадет в рома, то вот там. Одни варт этого. Тогда уже не важно. У вас будет полная замена всей электроники в доме. Ну, тоже возможны варианты. Это прям прямое попадание в доме? Нет, автомат срабатывает. Это микросекунды. У меня сработало. У нас было попадание в здание. Ну, это вторичный эффект. Самый пик, он съесть не может. Там только твердотельные. Или разрядники. Разрядники просто. Может и есть. Что положено. Наводят в здание, положено разрядник. Наверное, он съел. Шарахнул здорово, стеклу посыпались. Что еще может быть? Могут быть всякие высокочастотные помехи и наводки. Видимо, у своего такого. Это тоже для лопа питания как минимум не полезно. Трансформаторы звучали немножко в ходе, нет? Да? Что произойдет с трансформатором, если вместо одной частоты ему придет совершенно другая? Что будет? Передача по высоким частотам гораздо выше, чем по низким. На выходе мы получим спресс, который нам совершенно много. Поэтому мы можем защитить наши несчастные компьютеры от всех вот этих катастроф. Вы учите опыт только такой, что это случилось. Ну, поздно. Ну, я не думаю, что вы успеете отреагировать. Ну, какую-нибудь тематику поставите. Хорошо, вот у нас прибор. Забираем розетку. Обскателька хорошая. Хорошо. А что он будет делать с ним хорошим? Светает, кстати. Лампочка у него будет гореть. Да. Ну, на самом деле, можно сделать, чтобы он поглощал вот эти вот самые высокие частоты, выбросы и так далее. Можно. А, например, у него повысит, наверное, источник. А, так это должна быть, у него должна быть сеть или тропейчик поставлена. Хорошо. Чтобы 10 включили, чтобы, ну... Хорошо. А что он будет делать с пониженным выгрыжением? Он будет обратно с печи тащить. Даже если... Это как? В общем, правом генератора, да? Ну, я себя заметал, то они должны вернуть дома. Как бы. На самом деле, это делается проще. Так. Накуляю. Если не брать обычные, совершенно бесполезные, так называемые... Пилота? Фильтры. Фильтры. Не брать совершенно бесполезные сетевые фильтры, которые сгорают последними защищаемыми системами. То есть, сначала все сгорело, а потом пилот так и быть, отреагировал, выключился. Источник бесперебойного питания. Проще, как батарейка? Нет, не проще. Батарейка, аккумулятор, это часть источника бесперебойного питания. Реально, она самая дешевая. Фильтры у него в голове. Там проверяется напряжение по углу. Там задается граница отклонения. При превышении или при понижении за границу, в простейшем случае, в простейшем случае, отключается вход, и питание подается от батареи. Это самый простой вариант. В самых дешевых бесперебойниках форма выходного напряжения Простейшая, прямоугольная. Мощно задается, так называемая, широтная импульсная модуляция. Чем это хорошо? Они копейшины. Не стоят очень дешево. Чем это плохо? Разложение вариаций, знаете? Угу. 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 Ладно. Компьютер на таблуках питания ему все равно. Я знаю на компьютерах. Есть и не компьютер. Да. Есть и не компьютер на таблуках питания. А вот когда пытаются котлы газовые подключать к таким? Угу. Угу. Транформаторный начинается цирк. Блук питания. На самом деле, если вот эту штуку представить в виде синусоя, то мы получаем основное погибающее. А здесь все больше и больше и больше высокие частоты. Соответственно, как они проходят через трансформатор, они проходят великолепно. Поэтому простейшие источники бесперебойного питания используются только с полноценными компьютерами. С обычными компьютерами. В обычном компьютере блок питания очень прост. Он берет напряжение, выпрямляет, подает на прогнозатор на большой, то есть банка постоянного напряжения. 300 вольт. А потом из него через маленький свой трансформатор с маленьким генератором. Делает то, что ему надо дальше. Выкусывает сколько? Да. Поэтому, что там находится? Синусоидок? Меандр? Меандр? Да. Ему все равно. Но не путайте с другими потребителями. А если у него есть форматорный блок питания, там возможны всякие спецэффекты. Например, в недавних конторах, где я работаю, пришлось закупать бесперебойник, у которого четко есть синусоида. Потому что жидкостный хроматограф, не помню какая у него там марка, привыкли к такому бесперебойнику, но по разу день рождения очень дискат. В чистом виде. Никому не известной величины. И что он имеет в виду, понять все больше. Реагенты дорогие. Такая же проблема возможна при подключении, скажем, старых телевизоров с трансформаторными блоками питания. Фейер где-нибудь. Хочется, чтобы при моргании света не выключился в телевизор. Покупаете дешевый блок питания и получаете такой фейерверк, что запомните на другое. Потом 740 рванул. Я на глазах. Бесперебойника. Сейчас выключился. Раздал ябудение. Хлопок. Приехал. Он работал в момент взрыв. Какие еще бывают бесперебойники? Ну, это вот самые дорогие, которые дают синусоиды. Вряд ли вы его идите домой покупать. И бесперебойники, которые, например, с превышенной синусоидой, могут у нее срезать макушку. Приводя к 220 вольтам. Или, например, при пониженном напряжении от себя немножко добавлять. Прямоугольничком вот таким. Это у нас средняя ценовая категория. Ну, в общем, для домашнего применения больше не надо. Они практически не портят технику, а при переходе на батарею рисуют меандры. То есть это достаточно близко к синусоиде, чтобы не испортить оборудование. Гарст на своем интернет-блоком питании. Конечно, кромоугольничать вот это вот не надо. Но для дома, для семьи, вполне себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова